По многочисленным просьбам сегодня снимаю видео о том, как я живу. На входе у нас две палаты и две упорные. Условия достойные королей. Оно и понятно, с коронавирусом шутки плохи. Это московская больница, там лежит наша землячка. Попала она туда две недели назад. Говорит, предварительно врачи поставили ей диагноз пневмония, но потом тест показал обратное. Самое сложное это узнавать, что у тебя положительный тест. В день, когда мне сообщили результаты, я заранее измерила температуру. Она была 36,7 после оглашения результатов теста. Буквально через час я измерила температуру. Она подскочила до 37,2. Не знаю, то ли это самовношение, но психологически, конечно, было сложно. И также сложно было рассказать кому-то, кто переживает еще больше за тебя, чем ты сам. Потому что я-то знаю, что у меня все будет хорошо. Лечение усиленное, несмотря на легкую форму болезни. Девушка рассказывает, поначалу это была 21 таблетка противовирусных препаратов. Потом лечение снизили до 16. Врачи навещали ее ежедневно. В больнице введены серьезные санитарные меры. Руками медработники стараются ничего не трогать. Еду приносят в контейнерах. К примеру, если ты захотел суп, но упаковку уже брал в руки, назад ее не вернуть. На Алтае та же строгость. Палаты обрабатывают каждый день. Любая возможность передачи инфекции пресекается. Пациенты находятся в так называемых мельцеровских боксах. Это специальные палаты с двумя входами. Один со стороны улицы, через него скорая привозит пациентов. Другой уже внутри больницы. В такой палате, заявляют врачи, риск заразиться и заразить минимальный. Пациент до подтверждения диагноза, он остается один в этом боксе. В случае, если у нас диагнозы подтверждаются, то мы можем, допустим, двух пациентов, либо троих поместить уже в один бокс, потому что у них подтвержденное заболевание, они могут находиться вместе. В случае отрицательного результата мы, для того, чтобы они не могли заразиться, либо если это ложный вдруг отрицательный результат, они находятся в отдельном боксе. Наша героиня говорит, что течение болезни, по ее мнению, схоже с простудой. Сейчас она уже чувствует себя хорошо, но все решают медики по результатам анализов. Поэтому просто советует смириться и подождать пару дней. Все, меня можно поздравить с выпиской. Впервые вижу эту больницу снаружи. Все, иду здоровая, с температурой 36,6, домой. А мы желаем поскорее поправиться и нашим заболевшим. Уже через неделю из больницы должны начать выписывать первых выздоровевших. Никита Ермаков, День с толком из дома.